здравствуйте дорогие друзья в этой экскурсии нашей полевой лекции можно так это назвать я хочу рассказать некоторые современные воззрения о том как устроены растительные сообщества меня зовут Анипченко Владимир Гертрудович я профессор кафедры экологии и географии растений нашего факультета растения как любые организмы в природе не живут изолированно и это главное отличие экологии от большинства лабораторных наук где изучается воздействие тех или иных факторов на изолированный организм дело в том что изолированные условия это совершенно неестественные для практически всех организмов и не только то что здесь очень много растений живущих вместе которые взаимодействуют друг с другом находятся под влиянием внешних факторов среды но одна из главных мыслей которую я хочу в сегодняшней экскурсии неоднократно проиллюстрировать заключается в том что если мы возьмем любой растительный организм то это всегда суперорганизм потому что помимо растительных тканей которые образуют растения в нем живет миллионы самых различных живых существ редко макроорганизмов в основном микроорганизмов чаще прокариот много эукариот в том числе грибов которые играют самую разную роль в его жизни многие положительно многие относительно нейтральная многие отрицательны и взаимодействие растений друг с другом очень часто зависит не от свойств самого растения какой там у него фотосинтез или какая там у него структура эпидермиса листа а прежде всего от тех организмов которые живут внутри него а как я сказал современные методы молекулярной генетики уже показали что в листе любого растения живет и в других органах живет огромное количество самых разных микроорганизмов и они играют как еще раз на всех ну очень важную роль в его жизни наверное с взаимоотношения растений с теми кто их поедает то есть фитофагами растения в большинстве случаев хотя тоже много исключений являются первичными продуцентами и вот естественно на то что они продуцируют есть много желающих использовать в качестве своей пищи вот и растениям это большинстве случаев не очень не очень нравится поэтому они стараются естественно как любой организм свои ткани от повреждения другими видами так или иначе защищать существует огромное количество способов защиты растений от фитофагов начиная с того что многие знают многие колючки шипы и другие механические средства защиты это и накопление например кремнезема в тканях растений и накопление различных химических соединений о которых мы чуть подробнее поговорим в этой лекции а также это возможность привлечения других животных прежде всего животных других трофических уровней хищных животных для того чтобы защититься от фитофагов эти явления очень широко распространены в природе и для привлечения этих хищных насекомых растения часто используют нектарники причем нектарники вне флоральные то есть расположены в цветков и не связаны с привлечением непосредственно опылителей очень важное в защите растений являются различные химические соединения которые растения могут синтезировать биохимия вторичных соединений у засудистых растений крайне разнообразно много классов соединений которые в той или иной степени либо являются токсичными то есть вызывают часто часто гибель поедающих их организмов либо просто отпугивающими или снижающими ценность пищевую сами ткани растений делающих их менее привлекательными по сравнению с другими растениями обитающие рядом вот токсины растений они бывают разные многие растения которые не испытывают недостатка азота а это прежде всего бобовые растения те которые имеют симбиоз азот фиксирующими прокариотами могут позволить себе синтезировать для защиты различные азот содержащие токсины ну примером таких токсинов являются например небелковые аминокислоты как вы понимаете любая аминокислота которая похожа на обычную белковую но отличается от нее тем или иными радикалами встраиваясь в белковую сеть просто вызывает формирование совершенно другой структуры белка что в большинстве случаев летально для организмов кроме того есть универсальные соединения химические которые токсичны для большинства живых организмов ну например соединения цианиды цианиды и многие бобовые растения используют цианиды для своей защиты вот например здесь растет трифолиум рейпенс клевер ползучий очень интересное растение ну скажу отвлекать скажу что это одно из самых распространенных растений на земле наверное по крайней мере в топе 5-7 видов которые образуют на земношаре наибольшую биомассу а это связано с тем что это растение является обязательным компонентом так называемых улучшенных пастбищ английских которые широко распространены по всему миру и были внедрены вслед за господством великобритании на своих колониальных территориях поэтому огромные площади в африке в австралии в новой зеландии южной америке и северной америке конечно занимают вот посевы этого клевера вместе с искать злаками чаще всего с соплевелом я хотел остановиться на клевере связи с защитой цианидами дело то что клевер может синтезировать защитные вещества содержащие цианид группы вот при этом становиться несъедобным для многих видов животных вот при этом как и любой синтез защитных веществ это энергозатратный процесс поэтому если растение никто не повреждает оно растет спокойно и ничего не синтезирует потому что если она начнет синтезировать то она проигрывает в конкуренции с теми особями которые ничего не синтезирует но ситуация резко меняется когда у нас появляется животные тогда уже начинают конкурентно побеждать и растения которые имеют защитные вещества и вот очень интересно что содержание цианидов у клевера подвержено очень строго географической изменчивости у нас практически нету особей или крайне редко встречаются которые содержат цианиды в то же время в западной европе в южной европе и в азии в израиле очень большинство растений как раз содержит эти цианогенные глюкозиды и связано это с тем что у нас воздействие фитофагов в сезонном климате довольно кратковременно поэтому они не успевают существенно снизить конкурентоспособность тех особей которые его не синтезируют вот в то же время в западной европе и в южной европе у нас практически с нашей точки зрения вегетационный сезон продолжается круглый год зимой растения хотя и на низком уровне продолжает свою активность потому что снега нет температуры положительные вот и в это время на них активно действуют фитофаги а основными фитофагами для клевера являются наземные моллюски вот которые очень любят это растение его активно поедают так вот именно для защиты от моллюсков клевер и синтезирует те самые цианогенные глюкозиды защитные вещества растений конечно крайне разнообразны есть просто яды а есть например гормональные токсины растения научились синтезировать и в огромных количествах например гормоны регулирующие линьку насекомых соответственно вы понимаете что если растение в тканях содержит много таких гормонов то поедающего их насекомых наступает гормональный дисбаланс как например папоротник который довольно редко встречается у нас но очень характерен для северных территорий для горных территорий это многоножка обыкновенная у которой в корневище содержится примерно в 200 тысяч раз больше гормонального гормона линьки насекомых чем самих насекомых вот поэтому конечно это вот такая стратегия которая позволяет избежать поедания очень многими не специализированными фитофагами это касается прямых средств защиты но есть еще очень много тонких механизмов которые исследованы конечно очень неполно но те работы которые позволяют их выявить они показывают огромное разнообразие приспособлений ну например вот многие злаки которые составляют часто основу травяного покрова в луговых сообщества степных сообществах они сами по себе не умеют синтезировать много разнообразных защитных веществ но зато они научились жить в симбиозе с обитающими внутри их тканей грибами грибами эндофитами вот которые синтезируют уже многие защитные вещества опасные для животных эти вещества могут быть просто опасными для животных например эргот алкалоиды вот которые вызывают паралич и травоядных животных крупных теплокровных вот а могут иметь и очень специфические функции которые вот в результате естественного отбора появились вот таким функциям является например изменение отражательной способности мочи мелких млекопитающих в ультрафиолетовом спектре было показано что если полевки поедают злаки содержащие эти грибы синтезирующие талкалоиды спектр отражения их мочи в ультрафиолетовой области несколько смещается и становится намного более заметным для дневных хищников дневных хищных птиц которые естественно обладают очень хорошим зрением и диагностируют места поселения полевок с большой высоты и соответственно таким образом непрямо защищают растения содержащие вот эти самые грибные компоненты в своих тканях ну вот эндофитные грибы обитающие внутри растений конечно имеют большое значение для организации сообществ об этом немного вам будет рассказано в лекции про организацию травяных сообществ прежде всего луговых вот оксана владимировна но надо иметь в виду что конечно роль симбионтов которые живут внутри растений очень разнообразна помимо того что они могут защищать прямо или косвенно от фитофагов они изменяют многие физиологические функции внутри растений могут повышать устойчивость их к высоким температурам наоборот к низким температурам и так далее делая одни виды имеющие такой симби с более конкурентоспособными внутри сообществ другие менее конкурентоспособными и так далее ну вот здесь мы находимся около борщевика сосновского это интродуцент с западного кавказа с высокотравных лугов западного кавказа когда широко распространил сейчас европейской части и является одним из бичей многих хозяйств но дело в том что распространился он из-за его культивированию он образует как вы видите большую биомассу и широко использовался для силоса заготовки силоса вот но вышел из-под контроля и теперь широко распространен во многих участках там где и не очень желательно ну во первых хотел сказать сразу что видите это растение с точки зрения стратегии грайма о которых вам говорилось является типичным конкурентом это вид образует большую биомассу больше имеет большую высоту и самое главное очень крупные листья с большой площадью соответственно массой это один из показателей высокой конкурентоспособности с точки зрения грайма опять же и действительно этот вид в краткосрочном перспективе обладает очень высокими конкурентными свойствами вот но я хотел остановиться немножко на другом аспекте возвращаясь к нашему разговору о защитных веществах растений вот борщевик как и многие другие зонтичные обладают специфической группы специфически активной группой токсинов которые называются фото токсины которые проявляют свое действие на теплокровных больше на млекопитающих при действии ультрафиолета при действии прямого солнечного света вот это вещества которые имеют обычно тройные связи вот и которые по действиям ультрафиолета разрушаются и образуют токсичные радикалы соответственно причем борщевик многим неприятен потому что эти вещества конечно вызывают раздражение кожи иногда бывает такая сильная аллергическая реакция что даже в реанимацию попадают но действие этих веществ конечно очень индивидуально даже для разных людей ну абсолютно никаких эффектов борщевик не вызывает но соответственно так и всем я его трогать не советую потому что реакция может быть очень разные и вот эти защитные вещества они встречаются прежде всего у семейства зонтичных у семейства рутовых куда относятся многие относится к культивируеме цитрусовые вот и соответственно вызывает иногда профессиональные заболевания у сборщиков цитрусов кожные заболевания ну вот но в целом как я сказал вещества работают только на прямом солнечном свете если вы обожгли руку или что-то и закрыли ее от света то практически аллергическое действие так не появляется или появляется очень сложно но вот связи с крапивой которая конечно занимает одни из наиболее богатых с точки зрения почвенного плодородия участков я хотел бы остановиться на одной очень важной современной теории которая объясняет соотношение между различными факторами формирования растительных сообществ прежде всего между двумя такими очень важными факторами как конкуренции между растениями за ресурсы и влияние фитофагов эту теорию предложили скандинавские исследователи фретвелл и окзанан и логика ее довольно простая если мы возьмем сообщества которые очень малопродуктивны которые дают такую продукцию в неблагоприятных условиях которые недостаточно для того чтобы поддерживать существенной популяции фитофагов соответственно в этих условиях будет высока конкуренция за ресурсы незначительное влияние фитофагов на структуру растительного сообщества дальше если мы увеличиваем продукцию растительных сообществ до такого уровня который уже может поддерживать популяции фитофагов. Но эти популяции фитофагов недостаточно для того, чтобы поддерживать популяции следующего трофического уровня, хищников, паразитоидов и так далее. В этих условиях у нас фитофаги контролируют структуру растительных сообществ. Их роль очень высока, потому что они выедают все, что можно в том количестве, чтобы в том количестве, чтобы растения еще существовали, потому что, если они выедут все, они сами погибнут. То есть в средних по продукции условиях у нас невелика роль конкуренции между растениями, а центральную роль играют фитофаги. И, наконец, если мы переходим еще более увеличивая продукцию, то есть такая продукция, которая может поддерживать уже и популяции фитофагов, и популяции хищников над ними, то популяции хищников начинают контролировать фитофагов, их численность не растет очень сильно, и, соответственно, их влияние на растения, относительное влияние на растения, хотя абсолютно изъятие высоко, но относительное влияние на растения ослабевает, и, соответственно, в высокопродуктивных сообществах у нас опять наиболее интенсивно, наиболее значима конкуренция за конкуренцию между растениями, за ресурсы, а роль фитофагов незначительна. Это разрабатывалось для различного размера северных островов, где могут содержаться олени, где не могут содержаться олени, где могут олени жить вместе с волками и так далее. Но на самом деле это применимо к очень многим растительным сообществам, как показали замечательные эксперименты одного из выдающих современных гологов растений филограйма. Во-первых, на этой картинке вы увидите, что если мы обработаем фунгицидами разные по продукции сообщества, то здесь представлено то, что только в средних по продукции сообществах у нас резко возрастает продукция. То есть удаление фитофагов у нас ведет к увеличению продукции только сообществ средней продуктивности. И на больших, и на низких у нас происходят какие-то изменения, но они намного менее значимы. И не зря мы остановились здесь около крапивы. Аналогичный эксперимент был произведен и с крапивой. Оказалось, казалось бы, крапиве там хорошо, где наиболее высокая продукция. Но действительно, она там, где высокое богатство почвы азотом, она достигает наибольшей своей участии, наибольшей биомассы. Но оказалось, что в средних по продукции сообществах крапива не достигает высокой биомассы не потому, что ей не хватает азота, а потому, что ее активно едят фитофаги. Здесь ее тоже фитофаги едят, но не очень активно. Можно посмотреть, здесь небольшое количество поврежденных листьев. И когда граем обработал инсектицидами растения в участках высокой продукции, продукция почти не изменилась. Зато когда он обработал растения на участках, крапивы, на участках со средней продукцией, продукция очень существенно, почти вдвое, даже больше выросла, как видно вот на этом графике. Таким образом, мы видим, что реально фитофаги, особенно в средних по продукции сообществах, могут сдерживать развитие очень многих растений. Ну, а это еще один из многочисленных механизмов сосуществования. Одна из центральных проблем, почему у нас на одном квадратном метре не один вид растений, а обычно, так сказать, часто даже десятки, иногда несколько десятков. Как растения делят ниши, какие факторы не дают одному из доминантов, так сказать, вытеснить всех остальных. И вот один из факторов – это, конечно, влияние фитофагов. Причем оно может быть одинаковое, не совсем одинаковое, но иметь сходный эффект в противоположных ситуациях. С одной стороны, каждый растений может иметь свой фитофаг, который при увеличении его продукции увеличивает свою численность и, соответственно, подавляет. Такая система, чтобы никто не высовывался. Это как бы одно влияние специализированных плотностнозависимых факторов называется. Другая система, наоборот, когда у нас есть один фитофаг, но он обладает таким уникальным свойством трофической адаптации. То есть он ест избирательно, ест наиболее доминирующие виды. И таких фитофагов реальных практически нет, но человеком была создана ситуация, которая похожа на этот фитофаг с трофической адаптацией – это сенокосинка. Ну, я не буду говорить про сенокосную луга, про это тоже у вас будет своя беседа, но вот я просто хочу сказать, что вот в связи с этой теорией у нас влияние отчуждения биомассы на сосуществование видов, на поддержание высокого фитофагического разнообразия очень велико. Здесь я хотел обратить ваше внимание на интересную группу фитофагов, которые называются листовыми минерами. Они выедают бизофил листа между верхним и нижним эпидермисом, вот прокладывая такие ходы. Вот здесь на лопухе очень хорошо видно. Здесь есть два интересных аспекта. Во-первых, листовые минеры рассматриваются как одно из возможных решения проблем формы листа. И в том, что вы видите, знаете из ботаники, что форма листа необычайно разнообразна, даже в пределах сходных сообществ. Сильно рассеченные, слабо рассеченные и так далее. И ученых всегда волновал вопрос, с чем связано это рассечение. С чем связано с тем, что у одних листовые пластинки цельные и крупные, у других более рассеченные и так далее. У некоторых рассеченные на очень мелкие доли. Так вот, считается, что один из вариантов ответа – это селективное воздействие листовых минеров, которые могут развиваться только в крупных листовых пластинках и не развиваются в сильно рассеченных листьях. И еще один аспект. Если лист минера поражен, и он будет съеден крупным фитофагом, то, соответственно, погибнет минер. Поэтому в результате отбора минеры выработали приспособление сделать лист минимально привлекательным для крупных фитофагов. То есть их рисунок похож или на какую-то грибную инфекцию, или на каких-то животных, или на отложение экскрементов самых разных. В общем, любое воздействие минеров приведет к тому, что лист становится менее привлекательным для крупных фитофагов. А кроме того, часто длительность жизни этого листа увеличивается по сравнению с непораженными листьями. А связано это с тем, что ткани вокруг получают значительно больше азота в результате жизнедеятельности этих животных. И, соответственно, дольше сохраняют свою способность. Здесь мы немножко поговорим о азоте. Азот – один из важнейших элементов минерального питания для растений, который в очень многих, особенно нетропических регионах, лимитирует продукцию отдельных видов. Проблема азота заключается в том, что, естественно, сами растения его фиксировать не могут, а его могут фиксировать только прокариоты. Поэтому существует несколько разных симбиотических способов, при которых растения используют прокариот для фиксации азота. Более классическим являются примеры с бобовыми растениями. Здесь вот где-то рос горошек. Бобовые – одно из крупнейших мировых семейств. И одна из причин их такого биологического успеха является именно наличие специализированной симбиозы с клубеньковыми бактериями, которые довольно разнообразны по своему филогенетическому положению, но могут эффективно, очень эффективно, фиксировать атмосферный азот. Кроме бобовых, такой же тип симбиозы с этими же группами бактерий обнаружен у нескольких видов деревьев, близких к вязам, из рода Параспония, которые на архипелагах, тихоокеанских архипелагах распространены. А также у многих представителей семейства зегофиляция парнолисниковая. Но, конечно, наиболее эмблемно этот симбиоз характерен для бобовых растений. Другой тип симбиоза, уже с активными цветами, представляющий до сих пор, это единый род пока франкия, где насчитывается разное количество штаммов, видов и так далее, обычно несколько сот. Он характерен для многих древесных растений, прежде всего, и сфилогенетическая группа первых розит. Ну, вот сюда относятся, самым ярким примером является ольха, в данном случае это ольха серая, альнес инкана, вот, которые образуют многолетние уже клубеньки, представленные здесь на фотографии, которые несколько лет назад раскопали здесь же на Зенегородской станции при рытье почвенного разреза. И мы видим, что эти клубеньки мощные, они оранжевого, так сказать, любых красноватых цветов, что связано с содержанием, высоким содержанием гемоглобинов, растительных гемоглобинов, которые связывают атмосферный азот. Дело в том, что фермент нитрогеназа, он намного древнее, чем процессы аэробного дыхания. Поэтому он эволюционно возник намного раньше, и поэтому работает он только в аэробных условиях. Поэтому и основная задача симбиотической азотфиксации создать условия благоприятные для деятельности этого фермента в бактериальных клетках и, соответственно, понизить парциальное давление кислорода. Соответственно, высокое содержание азота, которое свойственно ольхе, оно передается и окружающим растениям. Как передается? Прежде всего, через опад. Дело в том, что если вы наблюдательны, то заметили, что в отличие от многих наших деревьев, у которых очень яркая окраска листьев, у ольхи окраска листьев, ну, она довольно долго сохраняется зеленая, а потом при наступлении первых морозов обычно буреет, и, так сказать, может быть, долго не опадать, или, так сказать, отваливается. То есть, специальных механизмов листопада, которые свойственны многим другим деревьям, у ольхи практически нет. А связано это с тем, что листопад во многих случаях, прежде всего, это механизм реутилизации азота, о котором вам будет сказано также в лекции про травяные сообщества, но наиболее детально он, конечно, исследован у деревьев. Дело в том, что осенью примерно около месяца листья активно не фотосинтезируют, они меняют свою окраску, в них разрушается хлорофилл, сохраняются чаще всего каротиноиды в значительном количестве иногда и другие пигменты. И в это время идет разрушение клеточных белков и перекачка из отмирающих листьев, дефицитного для растений азота, чаще всего в аминокислотной форме, в зимующие многолетние органы. При этом в этом механизме часто используются и те грибы, которые живут внутри растений. Внутри древесных растений тоже живет очень много различных грибов. В общем, тогда, когда проводился нормальный молекулярный анализ, таксономическое разнообразие оценивалось многими сотнями таксонов. А почему? Дело в том, что если другим растениям азот дефицитен и нужно его из листьев извлекать, и на это растение жертвует значительную часть вегетационного периода, в течение которого, в принципе, можно было бы еще и фотосинтезировать, это еще не морозы, это еще то, что называется у нас золотая осень, то альхея этого не нужно, она из листьев ничего не реутилизирует, потому что за тот период, пока она фотосинтезирует, она наберет органических веществ, которые в энергетическом эквиваленте намного превышают тот азот, который можно было бы реутилизировать из отмирающих листьев, она лучше, так сказать, этой органикой расплатится, так называемой, с актинамицетами, которые нафиксируют ей значительно больше азота, вот, поэтому вот у альхеи и других растений, которые имеют связи с азотфиксирующими прокариотами, у нас явление листопада не выражено, и вообще наиболее яркая окраска листьев наблюдается в условиях наибольшего дефицита азота в почве, это характерно даже не для наших лесов, у нас такая хорошая окраска, но не самая яркая в природе, а, скажем, многие североамериканские леса широколиственные, вот, они имеют очень яркую окраску, и особенно яркую окраску имеют многие горные тундры, особенно в юго-восточной Азии, вот, ну, конечно, окраска это комплексное явление, которое обусловлено не только процессами реутилизации, вот, они связаны и с ингибированием осеннего фотодыхания, и с иногда защитными функциями, и многими другими аспектами, поэтому, конечно, это не единственный процесс, который, реутилизация азота, не единственный процесс, который связан с изменением окраски, осенней окраски листьев, вот, ну, а дальше, естественно, листья отмирают и попадают на поверхность почвы, листья богатые азотом, они не реутилизированным азотом, вот, и, соответственно, они резко обогащают почву доступными формами азота, поэтому, здесь, хорошо, под ольхой, хорошо представлены те растения, которые любят расти там, где азота много, вот, ну, прежде всего, эмблемный вид у нас уртикодиогика, наша крапива, двудомная, характерный вид, тут же и виды подморенников, и ряд злаков, и так далее, вот, дело в том, что богатые почвы азотом, еще и в процессах нитрификации, которые происходят в почвах, почвы при этом подкисляются, а подкисление вызывает и потери, значительные потери азота и вынос его за пределы системы, поэтому значительных, в чрезмерных количествах азот в почве не накапливается, по крайней мере, в наших условиях. Ну, вот, здесь замечательный участок, где растет почти сплошная заросль марьянника добравного, мелампиром, немором. Это, конечно, вам известное растение, наверняка на практике по ботанике вы определяли его, или вам говорили, что это растение полупаразитное. И полупаразитами называют растение, которое имеет зеленые листья, но при этом присасываются гаусториями к корням или стеблям других растений. Вот, но на самом деле это половина правды. Сейчас уже показано, что большинство даже полупаразитных растений, а на самом деле, как мы дальше с вами посмотрим, и большинство зеленых растений, получают значительное количество органики из внешних источников, а не продуктов собственного фотосинтеза. Ну, в частности, полупаразиты получают органику от своих растений и хозяев. Ну, есть разные цифры, какой процент органики они сами фотосинтезируют, какой процент они получают от своих растений хозяев, у разных видов и в разных условиях довольно сильно колеблется, ну, по крайней мере, есть полупаразиты, которые могут развиваться в полной темноте целиком на органике, получаемой от хозяев, и очень мало полупаразитных растений, которые могут развиваться автономно, обычно с очень маленькой биомассой, факультативные полупаразиты, не прикрепляясь к растениям хозяина. Полупаразиты имеют многие очень интересные свойства эколокофизиологические, ну, например, это одни из самых высоких показателей транспирации в мире сосудистых растений. У них постоянно открытая устица у большинства и очень высокая транспирация. У них очень высокое содержание элементов минерального питания в листях, прежде всего калия, для того, чтобы поддерживать тургажи, для того, чтобы качать в большом количестве воду из своих растений и хозяев. Поэтому опад этих растений очень быстро разлагается. И они во многих сообществах являются такими ускорителями биологического круговорота. Поселение полупаразитов очень резко увеличивает скорость разложения смешанного опада, опада полупаразитов и других растений, и, соответственно, ускоряет минерализацию и повторное использование элементов минерального питания другими растениями. Вот в этом их очень большая экологическая роль. Ну, вот говоря о том, как растения связаны друг с другом, конечно, нельзя не упомянуть о микоризных сетях в почве. Дело в том, что примерно 80% растений земного шара, даже немножко больше, образуют один тип микоризы. Это арбускулярные микоризы с гламалевыми грибами. Даже с учетом молекулярных данных, видов гламалевых грибов насчитывается около тысячи сейчас, а морфологических видов описанных около двух сотен. То есть значительно меньше, чем сосудистых растений, которые этот тип микоризы образуют. Ну, и, соответственно, это разнообразие намного меньше в пределах конкретных участков. И поэтому гламалевые грибы, один и тот же вид гламалевых грибов образует сеть в почве, которая связывает корни многих растений вместе. И помимо такой классической функции микориз, как обмен органических веществ от растений хозяева к грибу и потока элементов минерального питания, прежде всего фосфора, от гриба к растениям, не у хозяева, микоризм выполняет очень много других функций для растений. И одним из таких является связь между растениями и возможность передачи от одного растения другого не только элементов минерального питания, но и продуктов фотосинтеза, органических веществ. При этом чаще такая связь наблюдается при передаче от лучшего фотосинтезирующего, лучше освещенного или обеспеченного водой растения к растениям более угнетенным. Кроме того, через эти сети могут передаваться сигнальные вещества, скажем, вообще-то проблема коммуникации растений, их общения друг с помощью химических веществ, выделяемых или в воздух, или в почву, или передаваемых через микоризные грибы. Она сейчас очень актуальна, очень сильно обсуждается, и эти аспекты очень интересны, когда повреждение одного листика растения вызывает синтез защитных веществ не только в соседних листиках, но и в соседних особей своего и других видов. И вот через микоризы возможна перекачка веществ, но наиболее хорошо она была показана между кленом, сахарным и кандыком американским в Северной Америке, когда в весеннюю пору эфемероид развивающийся активно фотосинтезирует и передает значительную часть органики через микоризные сети клену, а наоборот летом, когда листья у эфемероида уже полностью отмирают, через подземные органы, через микоризу кандык получает от клена значительное количество органических веществ. поэтому все растения очень, ну не вся большинство растений конечно связаны в пределах сообщества через эти микоризные сети, которые очень легко разрушаются при любом нарушении почвы, вспашки, раскапывания и так далее, но имеют очень важное значение для роста и приживания растений. Некоторые группы растений целиком зависят от микоризных грибов для своего развития. Ну, классическим примером являются орхидеи, которые на ранних стадиях развития все облигатные микогетеротрофы, то есть получают органику в процессе начального развития только от грибов. но есть часть растений, которые лишены хлорофила и тоже во всяких старых определителях и так далее называются сапротрофными растениями, сапрофитными иногда, это совсем неверно, потому что сапротрофы это растения, это организмы питающиеся отмершими веществами, происходящие от отмерших организмов. Вот здесь все такие растения, которые не являются в прямом смысле паразитами, то есть не присасываются гаусториями к корням других растений, не облигатные микогетеротрофы, то есть получают всю свою органику от других растений через микоризные грибы. Но, кроме того, было показано, что практически все орхидеи, за одним исключением гудьеры, не передают своим микоризным грибам органику, а наоборот, во взрослом зеленом состоянии, активно, эту органику у грибов потребляют. И с этим связана их высокая теневыносливость. Многие такие орхидеи, виды рода цифалантера, циголовник и ряд других, они характерны для очень тенистых, очень темных лесов, где кроме них практически никого нет. Ну, еще некоторые грушанковые, которые тоже получают значительную часть органики от грибов. То есть теневыносливость растений во многом здесь связана с тем, что они органическое питание получают от других растений, прежде всего от деревьев, через грибы, связывающие корни растения хозяева и вторичного розита. Интересный пример влияния микориз растений, точнее их отсутствие, на структуру сообществ дает нам занос немикоризных видов в новые условия. Одним из злостных, в настоящее время очень злостных сорняков для Соединенных Штатов является наше довольно красивое ранецветущее растение семейства критеросоцветных – это чесночница Алиалия питиолярис. Интересно это растение тем, что в отличие от большинства других семейств, большинства других растений, кристоцветные практически все лишены арбузкулярной микоризы, вообще лишены микоризы. И связано это с тем, что в семействе кристоцветных синтезируются различные горчичные масла, которые являются фунгистатиками. Они подавляют развитие грибов, в том числе микоризных грибов. Это является механизмом защиты у этих растений, но в то же время и не дает возможности развиваться микоризным грибам. Так вот, эта оляляляляна наряду со многими другими видами из Европы была занесена в Соединенные Штаты Америки и Канаду, и широко распстранилась как новый заносный вид лишенный врагов, широко распстраняется особенно по теннистым лесам. И было показано, что это растение сильно подавляет развитие многих древесных пород, в частности клеонов и других растений, которые образуют арбускулярную мекоризу. Алиария своими выделениями подавляет развитие мекоризных грибов и снижает продукцию, снижает возобновление доминантов древесного яруса, прежде всего клёна, клёна сахарного и других растений. В наших лесах большинство деревьев, за исключением, конечно, клёнов, которые не очень большую роль играют, образуют чехольчатую мекоризу или эктомекоризу с базидиомицетами. И, соответственно, выделения у чесночницы не очень эффективны против этого типа мекориз. Кроме того, в процессе спряжённой эволюции наши грибы и так далее выработали достаточно механизмов, чтобы адаптироваться к тем выделениям, которые даёт этот заносный грибов. Таким образом, отсутствие мекориз и механизмов борьбы с мекоризой, которые есть у растений, они могут очень неблаговероятно сказываться на таких свойствах этого сообщества, как его продукция. Кроме того, было показано, что и видовое разнообразие снижается. Причём это видовое разнообразие, один из механизмов снижения этого разнообразия совсем другой. Это то, что растение довольно высокое, и оно, в отличие от большинства аборигенных растений лесов Северо-Соединённых Штатов, образует довольно долго сохраняющиеся стебли с уже растрежками с слышимымися плодами. И эти стебли являются прекрасным механизмом для распространения пауков. Пауки делают там многочисленные сети, численность пауков возрастает больше, чем на порядок. Пауки уничтожают большинство фитофагов, и, соответственно, фитофаги не подавляют развитие доминирующих видов растений, и тем самым снижая флористическое разнообразие растительных сообществ. Вот такие непрямые связи у заносных видов очень интересно наблюдать, потому что они показывают разнообразие механизмов взаимовлияния и взаимодействия растений. Вот здесь мы находимся на участке леса, где очень много карокспелиоза, асоки волосистой. Это представитель рода асока, который, ну вообще этот род, один из тоже ландшафтно образующих родов во многих природных зонах, особенно в тундрах, в переувлажненных местах обитаниях и в других. Специфика асок заключается в том, что, во-первых, у них обычно слабо развита мекориза. Многие асоки безмекоризные. И поэтому они, многие из них, далеко не все, но освоили уникальный тип получения фосфора из почвы, развитие корней, аналогичных кластерным корням. Кластерные корни – это такие корни в виде ёршиков, которые в бедных фосфатами почвах, в пульсирующем режиме, выделяют органические кислоты, выделяют фосфатазы и поглощают фосфор. И вот асоки, многие асоки на концах своих корней имеют так называемые морковкоподобные, дауциформис это называется по-английски, корни, которые как бы являются миниатюрными кластерными корнями, выполняя абсолютно ту же функцию. Они в пульсирующем режиме выделяют кислоты, при которых увеличивается растворимость фосфата, выделяют фосфатазы и поглощают значительно больше фосфора, чем обычные корни или даже металлические корни в этих условиях. Вот здесь мы поговорим с вами о том, что определяет распространение тех или иных видов растений и их совместное произрастание. Вот здесь мы находимся в остатках елового леса, где есть ещё ёлка, не очень старая, и довольно много кислицы. Вот, и если мы будем собирать какой-то значительный статистический материал, то, в общем, очень многие данные показывают, что эти два растения в наших широтах, по крайней мере, довольно сильно сопряжены. Кислоты встречаются в основном там, где есть ёлка. Стоит вопрос, почему? К сожалению, в прошлом веке все такие явления объяснялись чисто феноменологически. Ну, наверное, в ельнике довольно темно, наверное, в ельнике сильно много опада ели, он кислый, даёт кислые продукты разложения, а кислица как раз хорошо адаптирована к таким условиям. Но оказалось, что это не совсем так. И тогда, когда появляются детальные исследования, они во многом показывают реальные механизмы взаимоотношения между видами. Вот для этих двух видов, кислица и ели, такие замечательные исследования были, уже ставшие классическими, были проведены в середине прошлого века в Центральном лесном заповеднике. Валерий Григорьевич Карпов сделал просто, вот примерно в таком лесу, немножко более бедном, он взял и обрубил участки, ну, где-то квадратный метр леса, где росла, немножко росла черника, немножко кислицы, вот, и много зелёных муков. Здесь зелёных муков, к сожалению, не так много. Сохранились, остальные условия сохранились вне, те же, освещение, ну, в общем, так сказать, не сильно изменилось увлажнение, вот, тот же опад поступал. Но изоляция от корней ели произвела к совершенно фантастическим изменениям в растительном покрове. Покрытие кислицы увеличилось почти в 10 раз. Она образовала сплошной покров, а изначально он был, вот, как здесь, примерно процентов 10. Сплошной покров. То есть, оказалось, что ёлка не то, что благоприятно действует, а ёлка конкурирует с кислицей и сдерживает её развитие, прежде всего, за счёт корневой конкуренции, за, как было показано позже, за элементы минерального питания, прежде всего, за минеральный азот в почве. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы хорошо понимаем, что если мы уберём ёлку, то кислица тоже исчезнет. Она исчезнет не потому, что ей ёлки не хватает, а она исчезнет потому, что на месте ельника у нас будет совсем другое сообщество, скорее всего, луговое сообщество, много трав, которые просто затенят и конкурентно подавят кислицу, и она выпадет целиком. И кислица на лугах, как и среди сообществ, практически не встречается. Вот. Таким образом, мы видим очень типичный для природы компромисс. Кислица живёт вблизи ели не потому, что она к ней хорошо относится, потому что ель создаёт условия, где она ещё может жить. Это не оптимальные условия, как и оптимальные, это если мы уберём конкуренцию со стороны ели. Но в то же время, это те условия, при которых существование популяции кислицей ещё возможно. Таким образом, было показано, что основной фактор, даже в таких тёмных, с большим количеством опада, лесах еловых, это совсем не затенение, это совсем не характер кислотности почвы, а это прежде всего содержание в почве азота и конкуренция за минеральный азот со стороны деревьев. Эти аналогичные эксперименты были проведены во многих типах лесов, и в дубовых лесах, и в средиземноморского типа, которые всегда показывали примерно одно и то же. Удаление корней деревьев приводило к вспышке роста травянистых растений. Ну, ещё об одном аспекте, который, на мой взгляд, очень важен методически. Представим себе, что вам нужно изучить экологию распространения какого-то вида. Аутоэкология. То есть, каким условиям, почвенным условиям, гидрологическим условиям, световым условиям и так далее, адаптирован данный вид и приурочен к тем или иным местам обитания. К сожалению, очень часто до сих пор, несмотря на многократную критику, начиная с прошлого века, этого подхода, подходство очень просто. Мы находим растение, около него, например, копаем почву, определяем содержание в ней техных элементов минерального питания, кислотности, ещё что-то. И дальше, общая несколько мест обитания, где мы тот или иной вид встречаем, мы говорим, что этот вид приурочен к участкам кислых почв, с высоким содержанием гумуса и т.д. Вот этот подход, он принципиально, методически неверен, потому что таким образом мы прекрасно, как говорил Грек Смит, очень образно мы можем получить замечательную экологию телеграфных столбов, их распространение в зависимости от любых почвенных климатических факторов. Если же нам действительно надо посмотреть, какие условия предпочитает этот вид, то мы должны брать и изучать почву или другие образцы, как из мест, где он растёт, так и из мест, где его нету. И сравнивая эти места обитания, мы можем показать, что это действительно вид приурочен к более кислым почвам или гумусовым почвам и т.д. Потому что можно представить себе, что вся территория, вид встречается в нескольких местах, а вся территория представлена кислыми почвами. Какая тогда приуроченность? Никакой приуроченности там нет, он растёт просто в тех условиях, где он может расти в пределах этой зоны. А если вот половина территории представлена кислыми почвами, половина территории представлена нейтральными, неслабо щелочными почвами, а мы встретили вид только на кислых почвах, Это действительно уже будет говорить о том, что он приурочен к участкам, выбирает участки кислых почв и так далее. Поэтому, когда мы говорим об изучении приуроченности тех или иных видов, всегда нужно анализировать и участки, где он есть, и такое же число участков, где его нету, в аналогичных местах обитаниях, чтобы действительно выявить предпочтение в распространении в зависимости от тех или иных экологических факторов. Ну и еще очень важный вопрос, который тоже сейчас очень много игнорируется, хотя сейчас много очень интересных исследований на глобальном уровне проводится в зависимости от обстранения отдельных видов или особенно функциональных признаков и так далее от тех или иных характеристик места обитания. И этот подход связан с анализом больших массивов данных, так сказать, по распространению тех или иных видов или значения тех или иных признаков и экологические особенности места обитания. И на основании этих, в частности, корреляционных подходов и регуляционных, корреляционных подходов делаются выводы о механизмах таких средств, что, в принципе, неверно. Потому что корреляции нам ничего не говорят без эксперимента, мы никогда не можем сказать, что именно этот фактор определяет или важен для произрастания того или иного вида. И это было понятно исследовательно очень давно, когда растения пересаживали из одних сообществ другие, в те, где они никогда не росли, очень часто виды в новых сообществах росли лучше, чем в исходных, откуда их пересаживали. И тогда возникло представление, ну, в общей экологии называется реализованная и потенциальная экологическая ниша. Вот, в экологии растений часто называется аут-эсинэкологическим ареалом вида, что вид представлен в природе, исходя из той концепции, о которой я вам говорила, за концепцией трех сит, не только и не столько в тех местах, которые соответствуют ему чисто экологически, абиотически, а в тех местах, где он может жить со своими соседями, со своими соседями другими растениями, со своими соседями фитофагами и так далее. И поэтому очень многие растения, ну, вот, если мы будем изучать обстранение тех, классический пример, вот, я могу повторить, хотя наверняка вы и из школьных учебников это слышали, вот, елка и сосна. Вот здесь они растут вместе, здесь не очень бедные, так сказать, там, почвы, и они вполне могут расти вместе, и практически везде, где растет елка, может расти сосна. Но не везде, где растет сосна, может расти елка. Сосна может выдерживать намного более экстремальные условия с точки зрения бедности почвы, с точки зрения избыточного увлажнения почвы, наоборот, высокой сухости почвы, и чаще всего она в этих местах обитаниях и встречается. Она прекрасно растет на средних местах обитаниях, на богатых. Но из этих местах обитаний она вытесняется елкой. Поэтому, если мы, скажем, рассмотрим распространение сосны в зависимости от влажности почвы, у нас будет два максимума. На сухих и на влажных почвах, а в середине будет провал. А провал обусловлен совсем не экологическими свойствами сосны, а тем, что она в этих условиях обладает меньшей конкурентоспособностью по сравнению с елкой, которая ее вытесняет. Это очень много таких примеров. Но, наверное, я приведу еще один для меня очень яркий пример. Это по поводу облигатных крицефилов. Дело в том, здесь, к сожалению, на биостанции у нас их нет. Они, конечно, представлены лучше в южной части европейской территории России, в Воронежской области и так далее. Это группа видов, которые довольно строго приурочены к меловым выходам. Растут только на мелах и фактически не встречаются на других территориях. И во многих книжках, экологических книжках старых и так далее, они прекрасно рассматривались, как вот они могут жить только там, где выходы мела и не могут жить на других участках. И они облигатные крицефилы, потому что им нужно много кальция или там высокий ПАЖ и так далее. Но на самом деле это абсолютно не так. И примером этого может служить замечательный, есть небольшой заповедник на Украине, который носит довольно мрачное название «Каменные могилы», но там никаких могил нету. Это в Причерноморье есть выходы гранитных скал в степи, в Южной степи, уже, так сказать, в Средней степи, выхода гранитных скал. И там есть скальные места обитания, и оказалось, вот, так сказать, сам это наблюдал, довелось меня в свое время наблюдать, что на этих скалах прекрасно, на гранитных скалах, где кальция крайне мало, кислые почвы и так далее, прекрасно растут практически весь набор этих типичных кальцифилов. Вот. И почему они там растут? Да потому что там конкуренция снижена. Они не растут в ближайшей степи, вот, потому что там вытесняются более крупными растениями, более крупными злаками, а на участках, где снижена конкуренция, они прекрасно себя чувствуют. Вот. То есть это растения такой патентной, в той ряной стратегии, которые занимают несомнутое место обитания. И никакого отношения, так сказать, к кальцию, там, к ПАЖ, почве и так далее, это не имеет. Вот это вот один из примеров распространения растений, неправильного толкования, точнее, распространения растений в зависимости от просто измеряемых экологических факторов. Ну, может быть, еще один пример, так сказать, вот здесь можно показать. Все, вы хорошо знаете, прекрасное наше растение, которое, ну, не ботаники иногда часто путают с ромашкой, на самом деле, леокантомом вульгары, не вянник или поповник. Вот. И была одна из работ, которая изучала распространение этого вида в зависимости от тех или иных экологических факторов. И оказалось, что этот вид очень редок на карбонатных лугах, сухих карбонатных лугах, вот, и это пытались объяснить функциональными признаками. У него довольно широкие листья, довольно много воды содержится, и, соответственно, неустойчивостью его к периодическим засухам и низкой доступности воды, которая встречается в этих местах обитаниях. Вот. И такая трактовка, так сказать, вполне проходила. Но, опять же, это была чисто феноменологическая трактовка, которая базировалась на корреляционных связях. Оказалось, что механизм абсолютно другой. Механизм отсутствия невянника на таких сухих лугах заключался в том, что там это карбонатные луга, на которых много моллюсков, которым кальций нужен для того, чтобы строить свои ракушки. И эти моллюски избирательно выедают всходы невянника очень активно в этом типе сообщества. То есть, если мы моллюсков ликвидируем, оставляя все те же самые условия, у нас участие невянника в составе сообществ резко возрастает. Вот еще один пример того, что просто такая статистика, феноменологические явления на самом деле не дают реальной картине о тех реальных механизмах, которые лежат в основе встречаемости распространения того или иного вида. Сейчас мы поговорим немножко о специфических и очень важных механизмах поддержания флористического разнообразия сообществ. И эти механизмы часто являются неравновесными, то есть это поддержание неустойчивого равновесия. В частности, речь идет о масс-эффекте. Исходно масс-эффект представляет собой явление, когда в сообществе присутствуют виды, которые там неконкурентоспособны, не могут размножаться, но из-за того, что постоянно заносятся в него семена, другие диаспоры растений, они всегда присутствуют. Ну, например, на краю, на лугу, которая расположена рядом с лесом, постоянно заносятся семена лесных растений, деревьев. Вот, они часто прорастают и в виде молодых особей присутствуют на лугу, но, естественно, долго здесь не выживают, если лук используется как сенокоз и ежегодно выкашивается. Но если мы будем изучать состав сообществ, мы всегда такие растения найдем, которые здесь не обсеменяются, а заносятся. Вот это явление получило название масс-эффекта и еще много других синонимов у него весенизм и так далее. И на самом деле, казалось, это такое очевидное явление, но оно объясняет многие интересные закономерности пространственной структуры растительных сообществ. Ну, например, то, что если мы заложим ряд площадок или целиком закортируем участок, на каждой площадочке будем отмечать видовой состав растений, который там присутствует, то даже в пределах какого-либо гомогенного контура у нас будет, сколько раз не делая, всегда получается, в том числе и со студентами, четкая зависимость. Чем дальше расположены площадки друг от друга в пределах одного контура, тем меньше флористическое сходство между ними, тем меньше общих видов и больше видов других. И связано это с тем, что если на данной площадке вид присутствует, то вероятность его присутствия на соседней площадке намного выше, чем на каких-либо других, потому что от этого растения разносятся семена, от этого растения распространяются вегетативные потомки, и, соответственно, флористический состав близко расположенных участков намного более сходен, чем расположенных вдалеке друг от друга. Так, ну вот здесь мы остановились, чтобы немножко поговорить о функциональных признаках растений. Ну, во-первых, вот это замечательное растение, многим всем известно, копытинь европейский, азарум европеум. Вот, а замечательно оно привезло и тем, что это одно из самых теневыносливых растений наших лесов, которые имеют самую низкую компенсационную точку фотосинтеза по освещенности. То есть это точка, при которой освещенность, фотосинтез уравновешивает дыхание. Вот, поэтому он растет в одних самых затененных местах обитания. Ну, и я хотел сказать, что один из современных подходов к изучению механизмов формирования состава сообществ, он связан с функциональными признаками растений. То есть теми признаками, которые в той же степени связаны с их жизненностью, с их приспособленностью, то есть вкладом в следующее поколение и так далее. То есть отбор, ясно, что отбор растений идет не по видовому принципу, так сказать, в принципе, а по тем признакам, которыми тот или иной вид обладает. Теми экологическими, эколого-физиологическими, морфологическими признаками, которые адаптивны в данных условиях. Вот, и соответственно, как вычленить эти признаки? Для этого нужно изучить признаки у всех растений внутри сообщества и сравнить их с признаками, скажем, случайной выборкой из местной флоры. Если эта выборка не будет отличаться по значениям этих признаков, значит, по этому признаку это сообщество не является селективным, и этот признак не важен для его формирования. Наоборот, если это будет значительное отличие, значимое отличие, то, соответственно, этот признак, наряду со многими другими, может быть, естественно, не единственный признак, важен для формирования состава. Какие признаки могут быть? Например, размеры листа, масса листа, площадь, толщина листа, содержание воды в листе, содержание сухого вещества, содержание азота, фосфора, других элементов, например, для листовых признаков, высота растений важных признаков, размеры семян, дальность их разлета и многие другие, в принципе, национальных признаков насчитывается многие сотни. Но наиболее широко используются несколько десятков таких признаков. Кроме того, можно сравнить признаки не только важные для того, чтобы в этом сообществе быть, но и признаки важные для того, чтобы в этом сообществе доминировать. Тогда признаки как бы взвешиваются на основании данных об участии видов, как делаются в геопланических описаниях или более детально при изучении структуры биомассы отдельных сообществ. Значение признаков умножается на биомассу вида и делится на суммарную биомассу всех видов. Тогда, если это отличается от среднего, то мы будем говорить, что для доминирования в данном сообществе очень важны, например, размеры листа. Доминанты имеют более крупные размеры. Есть ситуации, когда доминанты имеют более мелкие размеры, например, в сухих местах обитаниях и так далее. Я хотел рассказать об одном из важнейших механизмов поддержания разнообразия – это изменение растениями свойств окружающей среды, в частности, изменение почвы. В общем, было давно замечено, особенно это для тропических лесов было показано, что растения своего вида, несмотря на то, что большинство семян падает в самом непосредственном близи от взрослого растения, всходы там не приживаются. Когда стали изучать подробнее это явление, выяснилось, что в процессе длительной жизнедеятельности взрослых особей в почве происходит серьезное изменение. Эти изменения будут в нескольких направлении. Это может быть накопление каких-либо неблагоприятных для развития растений веществ. Это может быть развитие, в данном случае, благоприятное, грибов, которые образуют микоризу. Это может быть накопление фитофагов и фитопатогенов, которые препятствуют развитию и приживанию всходов молодых растений. И вот если почва из-под материнского растения неблагоприятно действует на приживание всходов своего же вида, это явление получило название отрицательной обратной связи почвы растений. Ну, надо сказать, что и положительные обратные связи, как я сказал, в случае накопления микоризны, грибов, каких-то симбионтов, имеют место. Но чаще всего, когда было показано между особями своего вида, наблюдается отрицательная обратная связь. То есть в процессе произрастания на данном месте растения ухудшают условия для собственных всходов и улучшают его, соответственно, для всходов растений других видов. Это вот в настоящее время рассматривается один из центральных механизмов поддержания флористического разнообразия. На моделях было показано, что таким образом может поддерживаться флористическое разнообразие потенциально неограниченного числа видов. И таким образом на небольшой площади могут сосуществовать значительно больше, большое число видов, чем при отсутствии этого эффекта. Одним из важных механизмов взаимодействия растений раньше рассматривался, но и сейчас в некоторых аспектах рассматривается, вопросы биохимического взаимодействия растений. Когда одно растение выделяет вещества, неблагоприятно влияющие на другие растения. Это явление получило название аллелопатии. В середине прошлого века его активно изучали, особенно в лабораторных условиях. Но в настоящее время было показано, что в большинстве случаев аллелопатический эффект сам по себе не очень выражен. Потому что большинство веществ, которые попадают от одних растений, они попадают не прямо к другим растениям, они попадают в почву. И таким образом в почве огромная и богатейшая микробиота, которая разлагает, модифицирует и так далее всю органику, которая поступает от растений. Ну а в связи с этим очень интересный вопрос, потому что действительно, всяческие настойки, отвары, смывы и так далее с листьев одних растений, с опады листьев, если мы их польем другие развивающиеся растения, чаще всего будут воздействовать неблагоприятно, что приписывалось аллелопатии. Но вот чтобы реально объяснить это явление, нужно вспомнить некоторые другие закономерности. Чтобы повысить доступность элементов минерального питания, экспериментально или в хозяйственных целях, это в общем очень просто, мы можем внести те или иные формы минеральных удобрений. Или органических удобрений, которые тоже годятся. Но несколько сложнее сделать обратное действие. Снизить богатство почвы, снизить доступность элементов минерального питания для растений. Потому что часто очень многие, особенно редкие растения, они приспособлены к бедным почвам. И на богатых почвах не выживают, прежде всего из-за конкуренции с другими видами. Чтобы снизить богатство элементов минерального питания в почве, прежде всего азотом, есть стандартный прием – полить его чайком. Ну, например, какой-нибудь сладким раствором сахарозы и так далее. Или другой, легкоразлагаемый безазотистыми органическими соединениями. Ну, прежде всего растворимыми углеводами. Что в этом случае происходит? В этом случае происходит всплеск развития, прежде всего, бактерий в почве, которые очень отзывчивы на лобильный углерод, на легкоразлагаемые органические соединения, которые мы в почву вносим. Но для своего развития они требуют и минеральных соединений. Они не могут развиваться на одном сахаре. Им нужен азот, нужен фосфор, нужны другие элементы минерального питания. И они их активно, причем, исходя из своих маленьких размеров, более эффективно, чем корни растений, и чем даже микоризные грибы, поглощают из почвы. И вот эта, по крайней мере, временная иммобилизация веществ за счет развития микрофлоры, она способствует объединению почвы, резкому сокращению доступности элементов минерального питания для сосудистых растений. Так вот, оказалось, что механизм аллелопатии очень во многих случаях точно такой же. Когда мы добавляем различные настойки, так сказать, смывы и так далее, от одних растений, они обогащены органикой. Органикой часто достаточно лобильной. Вот, поэтому микроорганизмы начинают бурно развиваться, поглощая, используя эту органику как питание, и изымают из почвы дефицитные, в том числе и для сосудистых растений, элементы минерального питания. То есть, реально аллелопатический эффект тоже сводится к ресурсной конкуренции. Конкуренции за элементы минерального питания. Но уже не между растениями, а между растениями и почвенной микробиотой. Вот здесь очень интересный участок. Мы находимся в месте бывшего елика Зеленомошникова. Вот, собственно, был очень мощный елик. Я в школьные годы работал в Венебородской биостанции. И вот здесь мы делали много разных работ именно в этом еловом лесу. И вот теперь после спутки Караеда ели в основном погибли. И здесь начались смены растительного покрова, которые называются сукцессиями. Основатель учения о сукцессиях Фредерик Клеменс в первой половине прошлого века в Соединенных Штатах создал стройную теорию о смене различных сообществ друг за другом, о сукцессиях. И эта теория господствовала в течение прошлого века в очень многих учебниках. И основное положение этой теории связано с тем, что виды сменяют друг друга, потому что каждый из них готовит почву для следующего. Как бы таким образом улучшая условия произрастания для других видов и ухудшая для себя. И, в общем, такая ситуация, как показали детальные исследования, действительно иногда наблюдается, но довольно редко. В большинстве случаев виды первыми, занявшие ту или иную территорию, не ускоряют наступление других видов, а наоборот его замедляют или ингибируют, как это называется. И вот здесь хорошо видно, что после того, как выпала елка, у нас в первую очередь мощно развиваются крупные кустарники или низкие деревья, такие как ива козья, здесь рябина, орешник бывает и так далее. Они создают плотный покров, который, мягко говоря, препятствует возобновлению основных лесообразующих пород, не говоря о том, что сосна сама под пологом практически не возобновляется, ну и ели в том числе. И если это было показано специальными экспериментами, этот полог разреживается, то сукцессия ускоряется и происходит намного быстрее. Это общее правило, которое сейчас известно для самых разных типов сукцессий. Ну, кстати, механизмы вот эти сукцессионные динамики, они практически для всех тех примеров, которые были известны у Клеменца, они сейчас пересмотрены. И во всех случаях показано, что работает не Клеменцевский механизм благоприятствования, а целый ряд других механизмов. В том числе, например, избирательное воздействие фитофагов на виды ранних стадий сукцессий, на дюнах чаще всего такое наблюдается, когда виды сменяются потому, что они лучше поедаются фитофагами в согнутых сообществах. И много других механизмов, но о болотах мы чуть позже поговорим. Ну вот мы около пруда, это, правда, искусственное образование, но повод поговорить немножко еще о сукцессиях и о тех пересмотре, тех классических или учебных представлений, которые во многих учебниках кочуют из учебника в учебник. Наверняка и в школьном учебнике, во многих популярных книжках по экологии рассматриваются сукцессии по зарастанию водоемов в лесной зоне, которые представляют собой, что вот есть какой-то водоем, с его окрайки начинается зарастание, потом там плавина может образовываться, и потихоньку накапливается торф, заполняется озерная котловина торфом, наступает лес, и дальше сверху это все лесом зарастает. Вот это такая классическая схема, которая полностью, как было показано, не соответствует действительности. Не соответствует действительности она в двух аспектах. Во-первых, я сколько ни пытался найти, всех спрашивал, всех сторонников классической теории, показать мне хоть один лес, который растет на торфяной залежи, ну там глубже метра, двух, так сказать, и так далее, на солидной торфяной залежи. Никогда высокоствольного нормального леса там не бывает. Это первый аспект. Второй аспект, что когда стали определять возраст торфа, потому что согласно этой концепции, естественно, самый древний торф, она должен быть по краям, с кодкуда начинается зарастание. Вот если мы приходим в лесное болото, берем возраст и смотрим, то оказывается, что наиболее древний торф примерно посерединке, между центром болота и его окраинкой. Что это значит? Это значит, что реально, действительно, зарастание идет, при этом поднимается уровень грунтовых вод немножко, и происходит параллельно, а иногда значительно большей скоростью, чем зарастание водоемов, наступление болота на окрестные леса. Заболачивание. Ну, а если вы себе представите, например, круглую форму озера и увеличение диаметра вдвое, то, соответственно, площадь, образовавшегося в результате болота, по сравнению с площадью исходного озера, будет примерно раз в 6-8 больше, чем площадь озера. Вот. Таким образом, зарастание водоемов, как было показано, сопровождается параллельно идущими, с разными скоростями, сопоставимыми скоростями, процессы наступления на, скажем, маховой с половиной и так далее, на водную гладь, и, с другой стороны, заболачиванием леса. И, соответственно, все болото – это никогда не молодые, хорошо развитые сосенки, которые наступают на новый субстрат. Это старые, угнетенные, вот, или, так сказать, низкабонитетные, усиленно угнетенные, небольшие сосны большого возраста, которые развиваются в крайне неблагоприятных для себя условиях. Таким образом, вот эта классическая суксессионная схема, она наряду со всеми другими, надо сказать, и тоже в настоящее время полностью пересмотрена. Ну вот, на этом я хотел закончить сегодняшнюю, очень кратко, наше знакомство с некоторыми исследованиями, с некоторыми направлениями и изучение растительного покрова, которые являются предметом науки, имеющей очень много разных названий, это геоботаника, наука о растительности, фитоцинология, синэкология растений и так далее. Вот, но я хотел только сказать, что, скажем, в современных европейских университетах, бывшие институты, которые назывались геоботаническими институтами, имеют название институты интегративной биологии. Интегративная биология – наука о взаимодействиях различных организмов, в естественных системах. При этом не путать с интегративным подходом в систематике растений, в систематике в целом, в которой, конечно, нечто другое. И, на мой взгляд, это одна из наиболее перспективных современных наук, которая интенсивно развивается, используя многие ранее недоступные современные методы, в случае метода молекулярного анализа, структуры биомов и так далее. И, конечно, еще много открытий нас ждет. И я приглашаю всех тех, кого интересуют эти вопросы, продолжить свое образование и изучение этих процессов на нашем вкультите. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин